Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11 и другой отрывок из этого же Евангелия, глава 1, стихи с 5 по 25, посвященный дню зачатия честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Иоанна. 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 и жена его из дома Ааронова, имя ей Елисавета. В Иерусалимском храме жрецами или священниками могли быть только потомки Аарона из племени Левия. Любой мужчина из этого рода, не имевший недостатков, имел право служить в храме. Главной обязанностью священников было совершение жертвоприношений, а также других церемониальных действий храмового богослужения. Поскольку священников было очень много, некоторые источники указывают на цифру 20 тысяч, то все они были разделены на череды, или, как бы мы сейчас сказали, смены. Череда Авиа была восьмой из 24 в списке смен храма. Жена Захарии, Елисавета, тоже принадлежала к священническому роду Аарона и была родственницей Девы Марии. И Захария, и Елисавета, по замечанию Луки, были праведны пред Богом, но были бездетны. Блаженный Феофилакт пишет, «Жены праведников и сами праведные часто были бездетны, чтобы ты познал, что закон требует многочадия не плотского, а духовного». Поскольку священников было очень много, то такое великое событие, как воскурение благовоний на жертвеннике храма, могло произойти только раз в жизни. Выбор священника совершался по жребию. Жертвенник, о котором идет речь, располагался в помещении, закрытом для простых людей и называемом «святая», куда мог входить только священник. Еще один жертвенник находился в месте под названием «святая святых», но туда мог входить только первосвященник и только в день искупления. Именно там, в святом месте, когда по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, и произошло чудесное явление ангела священнику. Для Захарии это был самый великий момент его жизни. Он вошел во святая, чтобы совершить кождение и вознести свою молитву о самом важном для него и его жены – о даровании сына. И как свидетельствует ангел, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Захария слышит исполненное для него радости пророчества, что его супруга уже в преклонных годах естественным и все же чудесным образом понесет сына. И Бог сам нарекает имя своему будущему пророку Иоанн, что в переводе с еврейского означает «Бог милостив». Он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Александр Павлович Лопухин пишет «В духе и силе Ильи». Иоанн будет действовать в еврейском народе с такой же ревностью о Боге и силой одушевления, с какой некогда действовал среди своих современников величайший пророк Илья. Это, впрочем, не относится к творению чудес, так как известно, что Иоанн чудес не творил. Евангелист не делает из Захарии героя веры, чтобы приукрасить свой рассказ. Напротив, он описывает состояние смущения и недоверия. Захария требует от ангела нечто наподобие знака, чтобы он мог поверить. «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Как мы видим, Захария, знак дается, но в нем присутствует и элемент наказания. «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Греческое слово «кафос» обычно значит «глухой». Но так раньше говорили и о немоте. Следовательно, Захария стал глухонемым. Но далее Евангелист Лука описывает поистине трагикомедию. Старый священник выходит к народу и с помощью знаков пытается объяснить служившееся. Вы, наверное, спросите, почему трагикомедию? «А как бы вы с помощью жестов описали увиденного вами ангела». Священническое служение череды длилось неделю. А потому, когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. Лука не сообщает, где находился дом Захарии. Понятно только, что он жил не в Иерусалиме, а в Горной Иудее. Обещание ангела исполнилось. Елизавета забеременела и таилась пять месяцев и говорила, «Как сотворил мне Господь в Аднисии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Но почему она скрывалась в течение пяти месяцев? Причиной может быть самой обычной. Например, Елизавета хотела удостовериться своей беременности, которая через пять месяцев становится заметной. Сегодняшняя чудесная евангельская история, дорогие братья и сестры, не просто повествует нам о зачатии Иоанна Предтечи. Она открывает нам удивительный промысл Божий о каждом человеке. Ведь Господь никогда не посрамляет веры в Него, но подает просимое в тот момент, когда это действительно важно. Будем помнить об этом и не переставать молиться. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok